Неужели пророк Мухаммад знал что-то о турках? И вообще, достоверный ли это хадис? И с этим вопросом, что это за хадис и о чем он гласит, как нам его понимать, я обращаюсь к нашему дорогому устазу Исану. Действительно, есть такой хадис, и большинство ученых и мухадисов считают, что он достоверный, как минимум хороший хадис. По крайней мере, мне неизвестно, чтобы кто-то сильно возражает. А как он звучит? Он длинный хадис, но есть та часть, которая говорит, «Утрок от турка ма таракукум. Оставьте турок, пока они вас оставляют в спокойствии». Еще раз. «Утрок от турка ма таракукум». «Ма таракукум». «Ваадиу ул хабаша ма вадааткум». И тоже будьте мирно жить с хабаша, то есть эфиопским народом, пока они сами хотят с вами жить мирно с вами. То есть это прямое слово послание к Аллаху Амираму Благостану «Утрок от турка, оставьте турка ма таракукум». «Пока они вас оставляют в спокойствии». А так буквально звучит именно так. А как шарх какое-то понимание? Это один из самых загадочных хадисов, можно сказать. Поэтому версия его толкования – масса, огромное количество. Есть такая версия, что турки… У меня прям вот изнутри прям вот как бы все разрывает от интереса. Что же имелось в виду-то? Ну, скорее всего, действительно, это про турок, про этнос турок. Потому что он уже был в времена Бракусасам, были тюркские народы, и же были. Ну, были тюркские каганаты, тюркутские каганаты уже в тюрке. То есть это время уже было. И, скорее всего, Бракусасам именно их не имели в виду. Но в то время они были в язычестве. То есть они были не мусульманами еще на тот момент. А в тот момент, вокруг Бракуса, салам, были, ну, сахабы, они арабы в основном. Были несколько десятков эфиопцев, перцев очень мало, но и евреи есть. Чтобы нашим братьям, тюркам, не было обидно, все сахабы когда-то тоже были язычниками. Они из язычества пришли в ислам, и все народы, которые потом пришли в ислам, они тоже из язычества пришли. И сахабы взаимствовали с тюрками, тоже доказанно исторически. Взаимодействовали? Хорошо. То есть один из толкователей этого хадиса ссылается, что мусульмане и сахабы соблюдают этот хадис, когда они впервые встретились с тюрками. И турки решили с ними воевать. Они присоединились к мусульманам. Вот такой интересный момент. То есть они ссылались на этот хадис, поняли, что им нужно сражаться с ними. И они договорились с ними, и даже приняли ислам, первые турки там, и они даже сражались на стороне мусульман. Есть версии, конечно, множество, что этот хадис был как будто намек о том, что не надо было воздражать, и это пророческие, про вот это монгольско-татарское нашествие. Потому что мы знаем, что Хавризм Шах, он же относится неуважительно к торговцам со стороны Чеджим Хизхана. И убили их, потом отправили его посланники, тоже убили его. И все, многие мусульмане того времени, мусульманские ученые, сказали, обвинили Хавризм Шах в этом, что он не оставил турков в покой, и их вызвал вот гнев, и то, что вот это случилось после этого, это как будто одна из... То есть получается, это аналог русской пословицы «не трогай лихо, пока оно тихо». Ну, есть такое, есть такое. Ну, как бы тюркские народы отличались вообще исторически своей организованностью, своей воинственностью, тем, что они в момент могли подняться с места на своей коннице, преодолевать огромные расстояния. И даже для кочевого народа, арабского, но большей частью, который жил в пустыне, ограничен был пустынными ареалами, то есть стремительные марш-броски тюркской конницы, они были, конечно, они потрясали воображение, потрясали сознание арабов, и я думаю, наверное, как бы предостережение касалось того, не трогай лихо, пока оно тихо. Как раз, как раз это большинство толкователи так и говорят, что именно пророк Саасам пожалел сахаба, он сказал, потому что с ними будет очень тяжелая война, поэтому он пожалел их, и пророк Саасам оберег их от этого, что с турками страшно воевать, и с эфиопсами тоже страшно воевать, из-за их особенности их земель. Ну, то есть земля была очень трудно преодолеть, да, скажем, биография. И вот поэтому пророк Саасам не возложил на них вот эта функция, туда ехать или вот так воевать, потому что это будет очень опасно. То есть это такой намек о воинстве, о воинстве, о храбрости этого народа. Ну, и Эфиопия она и приняла тоже, по-моему. На самом деле, да, мы знаем, что в конечном счете турки играли большую роль в истории ислама, потому что... Ну, и...